Как вы считаете, вот в какие страны можно сказать, что они союзники для нашей страны? Хороший вопрос. Я же международница в образовании. Серьёзно? Да. Как можно ответить не сесть в тюрьму после русских вопросов? Можно я пойду? Израиль. Израиль? Да. Страна-союзник — это та страна, которая не делает что-то против нашей страны. Я вообще считаю, что страны-союзники, то есть если союзник, в нормальном ключе слова, если не использовать страны-политику, то это тот человек, который будет рядом, помогать и будет за тебя. А всё, что касается страны-политики, там просто выгоднее или не выгоднее. А я вот думаю вообще, что это за слово такое? Союзник против кого? Союз — это как бы мы с тобой, а они отдельно. Ну, мы скорее против кого отдельно? Что у неё есть вообще? В общем, что она может? Зачем она нам нужна? Мне казалось всегда, что союзник — это не дружба против кого-то, да, как сейчас там говорят, а как дружба ради каких-то общих целей, типа торговли хотя бы, хотя бы торговля. Или культурный обмен, иммиграция друг в друга, так сказать. Ну вот Северная Корея или Иран были бы хорошими союзниками для нас? А, Северная Корея или Иран? Ну вот Иран, допустим, или Северная Корея — это хорошие союзники для России? Ну я считаю, что Северная Корея не очень хороший союзник, вот, а Иран мне нравится, там классная культура, вот, а вообще в России два союзника — это армия и вход, как-то так. Ну а Северная Корея почему? Мне она не нравится просто. А вот люди все дисциплинированы, живут, работают. Это не самое главное, я считаю, в жизни, самое главное — это получать удовольствие и быть хорошим человеком. Нет, я думаю, что не очень, особенно Северная Корея. Почему? Ну, потому что это неразвитая страна, застрявшая где-то далеко в прошлом. Вот есть такая поговорка «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Насколько она здесь актуальна? Ну, она актуальна в любом случае. То есть, получается, неужели мы стремимся куда-то вот в ту сторону? Ну, вы понимаете, я думаю, что все-таки стремимся не мы, как, в общем, культурный народ, культурная нация. Все-таки это дело рук какой-то очень узкого круга людей, которые почему-то хочут вернуться, видимо, куда-то в прошлое, не знаю, страдая своими какими-то фантазиями. Я сейчас говорю, естественно, в первую очередь о политиках. Ну, а как вы думаете, вот почему у нас именно такие союзники? Почему не Европа, не США? Вот страны, которые с Америкой сотрудничают, они обычно ниже, типа, чем Америка по какому-то статусу. То есть, именно в каком-то геополитическом плане. И Россия, она тоже хочет стать империей опять, как и США сейчас является. И поэтому США, это... Ну, мы не можем с ними просто дружить именно по этому поводу. А с Европой просто сейчас США больше привлекает Европу, чем мы ее привлекаем по большей части. Поэтому такие дела. Ну, а зачем нам империей становиться? Россия всю свою историю пыталась стать империей. И с этим, к сожалению, ничего нельзя сделать. Вот. У нас есть амбиция стать империей, а ресурса для этого у нас нет. И это большая проблема. Угу. Есть вот обычные ископаемые, там, ресурсы. Какие еще ресурсы нужны? Ресурсы человеческие, ресурсы интеллектуальные и ресурсы всяких новшеств. Так сказать, у нас должно быть какое-то внутреннее производство своей мегакорпорации, как у остальных стран, и свое какое-то влияние не только в политическом плане, но и в плане каком-то, ну, около бытовом хотя бы. Ну, Владимир Владимирович, он неужели не догадывается о том, что ресурсов нам, оказывается, не хватает человечества? Ну, у Владимира Владимировича свой путь, я не смею ему перечить. Это очень умный человек, и поэтому он знает, что делать. Вы еще сами как уважаете Владимира Владимировича? Я не могу его не уважать, потому что не уважать его нельзя. Ну, а как думаете, почему вот мы сотрудничаем с такими странами, с авторитарным режимом, с низким уровнем жизни, в том же Иране, там, 154-е место вроде по уровню свободы? Ну, это очевидно. То есть мы такая же страна, как они, как Северная Корея? Сейчас мы их повяжем, да. Ну, в целом, авторитарные режимы, они с авторитарными, естественно. В первую очередь, проще коммуникация намного. Я не понимаю, почему в России не может быть больше союзников, и почему это предсостояние продолжается. Я понимаю, что так проще на идеологическом уровне, что проще когда... проще объединить народ против кого-то. И западные страны считаются таким нашим антагонистом, противоположной страной, да. Но я... я не понимаю, зачем. Ну, а с какими странами хотели бы, чтобы мы союзничали? Да с любыми странами можно союзничать. Это уже вопрос чисто выгоды, да. В мире капитализма просто, чтобы нам было выгодно и им было выгодно. Всё, по-другому никак. А раньше, как бы, союзники это были те, кто с тобой рядом в Акоке. Классно было бы, если бы границы были растёрты, и мы могли свободно путешествовать. Ну, согласитесь или нет, ну вот США разве не выгодно было бы нам сотрудничать? Выгодно было бы, да, да. То есть это хороший союзник для нас? Конечно, да. Ну, а почему так не происходит? Потому что мы плафчиши. Хорошо. Смотри, как бы, мы же не примитивные люди. Поэтому каждая страна, она в первую очередь отстаивает, если она независимая, свои интересы. Даже если мы берём какую-то конкретную ситуацию, то страна может быть ситуативным союзником, а в другой ситуации уже не будет. Потому что в одной ей выгодно, а в другой нет. Ну, смотри, та же Турция. Вот она вроде как бы член НАТО. Она вроде как бы с западными странами в союзе. Но при этом она абсолютно нормально сотрудничает с Россией по вопросам Сирии, Ближнего Востока, потому что там ей это выгодно. Поэтому вот такие прям вот, что союзники-союзники, но это Белоруссия, потому что, я бы даже сказал, что это своего рода как вассальное государство. Ну, а зачем нам всё-таки находиться вот в каких-то вот таких контракт с Штатами, с Европой? Почему нельзя быть друзьями? Ну, потому что друзьями можно быть в песочнице, а политика, она заключается в том, что у каждого свои интересы. И когда у двух стран интересы пересекаются, то, ну, это не вопрос договора. Ну, как думаете, какие у нас пересекаются интересы с Штатами и Европой? Ну, по сути, как бы, у нас есть президент, вот он озвучил позицию в своей речи перед 24 февраля, то, что, ну, грубо говоря, постсоветские страны, ну, не считая Прибалтики, это та территория, где Россия не хочет видеть какое-то влияние крупных других держав. Вот, но получилось так, что на Украине вот тоже конфликт интересов произошёл. А почему не хочет? Это объяснялось там это? Ну, это нормальное желание страны, которая доминирует в регионе, чтобы оказывать полноценное влияние на всех своих соседей. Сюда мы не Казахстан, не Белоруссия, то есть мы не региональная какая-то страна, мы доминирующая сила вот в постсоветском пространстве. И как любая доминирующая... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова